Тема вебинара «Частые ошибки учащихся на ЕГЭ по истории. Как не потерять баллы?» Вебинар проведет Роман Викторович Фазин, преподаватель истории, кандидат исторических наук, автор пособия нашего издательства. Материалы сегодняшней встречи, а это презентация, видеозапись, будут размещены на нашем сайте сегодня по завершении вебинара. Сертификаты в электронном виде отправляются автоматически на вашу электронную почту по завершении вебинара. Уважаемые коллеги, участники, все вопросы лектору, пожалуйста, задавайте в чат. Еще я вас прошу задавать вопросы, касаемые наших пособий, и это можно делать и в чате. Если у вас есть какие-то пожелания, пожалуйста, направляйте их на адрес издательства «Легион». Контакты все размещены на нашем сайте, поэтому, пожалуйста, сейчас мы как раз перерабатываем к новому учебному сезону все наши книги. И вот ваше мнение будет очень ценно для вас, поэтому ждем обратной связи. Ну а я приглашаю к разговору Романа Викторовича, пожалуйста, мы вас ждем. Добрый день, уважаемые коллеги. Да, сегодняшняя тема, по сути, сводится к тому, на что можно обратить внимание учащихся, чтобы максимизировать их результат на итоговые аттестации на ЕГЭ. Мы с вами понимаем, что уже конец апреля, да, фактически осталось чуть больше месяца за вычетом майских праздников. Ну, времени вообще практически нет. Ну, с одной стороны, времени нет, но с другой стороны, мы с вами понимаем, что есть возможность посоветовать, по крайней мере, учащимся обратить внимание на некоторые моменты по итогам прошлого года, 2023-го, да, то есть это с одной стороны. Ну, и также еще у нас режим консультаций перед экзаменом, поэтому, конечно, коллеги, я думаю, что на это следует обратить внимание. Ну, напомню очень коротко, да, что вариант у нас состоит из 21 задания, состоит из двух частей. Первая часть содержит 12 заданий с кратким ответом, это тестовые задания, ну и вторая часть содержит 9 заданий с развернутым ответом, хотя, опять же, нужно сказать, что большинство, многие из заданий с развернутым ответом предполагают достаточно простые, односложные ответы. Да, есть задания высокого такого уровня сложности, но есть задания повышенного уровня сложности, которые каждый обучающийся, опять же, даже если он претендует сдать на порог, да, он все равно должен их выполнять, потому что иначе он не наберет необходимое количество баллов. Максимальный балл не изменился, да, он 42, ну и также у нас три с половиной часа на выполнение работы. Если говорить об общих вещах, да, то есть на что следует обратить внимание, то, конечно, перечень тоже достаточно большой, и мы с вами понимаем, что сейчас, наверное, на все обратить невозможно внимание. И я бы исходил из той позиции, что, наверное, есть смысл не изучать что-то новое, да, то есть или отрабатывать новые умения. Если, например, ученик не умеет сравнивать, ну, наверное, и не стоит этого уже начинать делать, да, то есть вот как раз вас сейчас важнее закрепить те умения и те знания, которые у него уже есть в наличии. Ну, с определенным, конечно, таким небольшим расширением. То же самое касается хронологии фактов и исторических личностей. Конечно, я сегодня буду неоднократно говорить по результатам эстетистической обработки прошлогодних материалов, да, видно, что ФИПи акцентирует внимание на то, что нужно делать упор на события 20 века. Основной пласт ошибок именно там, то есть это материал 10-11 класса, ну, вот как есть. Конечно, необходимо проработать задания с картой, схемой, с иллюстративным материалом, опять же, с картой, схемой, да, то есть там будут разные задания, мы сегодня я покажу. Там есть задания совсем базового уровня сложности, которые выполняют со статистикой выполнения 80% и плюс, с плюсом, да, то есть больше 80% учащихся. 20% скорее всего побоялись его выполнять, если бы они, ну, все же старались, да, и выполняли, если бы учитель подсказал, наверное, да, статистика была бы за 90%. Ну, вот поэтому есть такие вот у нас резервы, на что могут и слабые набрать баллы, и не потерять сильные. Анализ исторических источников тоже задания разного типа, есть задания, где нужно выписать из текста, они в разных моделях, да, там по Великой Отечественной войне, сегодня еще раз посмотрим, и по, в принципе, по анализу исторического источника с развернутым ответом, поэтому эти задания тоже нужно обратить внимание все группы учащихся на то, что необходимо их выполнить, даже и слабо. Вопросы культуры. Здесь, конечно, каких-то советов я, наверное, не дам, да, культуру сейчас возможно предэкзаменационное только повторение, да, то есть это тот материал, который ученики уже нарешали, да, то есть или законспектировали, или сделали презентации, да, либо учительские материалы, то есть можно лишь только повторять, повторять и повторять. Вопросы культуры, конечно, очень сложны на экзамене. Вот на что следует обратить внимание обязательно, да, то есть это на историю Великой Отечественной войны. Вот этот вопрос, эта тема, да, она освещается во многих, во многих вопросах, без исключения, то есть и в тестовой части, и во второй части, и есть отдельные задания, где проверяется тема Великой Отечественной войны. Это с одной, ну, целиком задание, да, с другой стороны есть задание, куда обязательно включен элемент, связанный с Великой Отечественной войной, поэтому, конечно, обращайте внимание, уважаемые коллеги, детей на эту тему. Вот как раз ее можно и пройти еще раз, да, то есть на каких-то дополнительных занятиях отработать Великую Отечественную войну. Поэтому это принесет значительное количество баллов учащимся, иначе они, ну, потеряем. Материал по современности тоже включен, поэтому как раз то, что вы сейчас проходите по школьному курсу, не следует пренебрегать этим материалом, да, то есть это касается и специальной военной операции. Конечно, здесь достаточно посмотреть школьный учебник под редакцией Мединского и Туркунова, ну, в принципе, материал будет ограничен школьным учебником, да. На уровне простой фактологии, простых имен, героев там СВО не более, да, то есть глубоко копать в причин с лицами связи, да, там в анализ какой-то, исторические источники, конечно, я не думаю, что на экзамене проверяться будет. Вот в первой части, в первых там пяти-шести заданий где-то элементы могут быть, по крайней мере, это заявлено в этом году, посмотрим по итогу. Ну, и то, что, конечно, касается второй, второй такой группы наших учащихся, это ВСК Бальников, да, то есть здесь, конечно, ну, сейчас вот важно отработать еще раз умение и формулирования причин следственных связей, умение работать с историческими понятиями, то есть грамотно отдавать под требования задания, чтобы был родовой признак, видовые признаки, предложение было верно сконструировано и так далее, и так далее. Задание умения на сравнение, да, то есть мы здесь должны понимать, что это задание очень сложного уровня по итогам прошлого года, хотя, опять же, даже средние успевающие ученики баллы там зарабатывают. Но, конечно, все же мы должны понимать, что это высокий уровень требований к подготовке в области истории, которые требуются от наших выпускников, как на экзаменах. Умение аргументировать точку зрения, это требование никуда не делось, это задание 21, оно в работе присутствует. Ну и, конечно, материал всеобщей истории. Опять же, нужно понимать, что есть базовый уровень, да, то есть для дат в задании номер 2 есть, конечно, материал, связанный с 21 заданием, как раз с аргументацией точки зрения. И вот здесь как раз большая роль дифференцирующей подготовки. Если ученики не претендуют на 90 и больше баллов, то, наверное, грузить их сейчас вот материалом всеобщей истории, ну, не следует. Если они что-то вспомнят и напишут на экзамене, сформулируют аргумент там или два, то это хорошо, но не смогут, не смогут, да, то есть здесь мы с вами понимаем, что работа должна вестись очень точечно, да, все же. Ну, какой план подготовки в апреле-май, да, то есть, конечно, это выявление пробелов, я думаю, что ученики уже написали какие-то пробники, то есть диагностирующие пробелы. Ну, и, соответственно, выявляя пробелы, мы их с помощью повторительных обобщающих уроков, факультативов, элективных каких-то курсов, внеурочной деятельности, там, самостоятельной подготовки, потому что великая роль учителя в плане даже советов на самом деле, да, то есть не все ученики у нас пользуются репетиторами какими-то, да, либо сайтами, либо еще чем-то, да, то есть советы учителя, они, конечно, играют большую роль. И мы с вами понимаем о том, что, с одной стороны, мы видим содержательные единицы, которые не усвоили ученики, например, 20-й век, там, или 18-й, 19-й, и мы на это обращаем внимание ученику, что им нужно повторить этот материал, да, и, конечно, отработать умения, да, с помощью заданий формата ЕГЭ. Сейчас, в апреле-июне, ну, до экзамена только формат ЕГЭ уже будет основным. Ученикам можно самостоятельно прорешивать и самопроверять варианты ЕГЭ. В целом, вариант, ну, я еще раз говорю, немного заданий второй части требует какой-то прям детальной проверки экспертной, да, где важно понимать, правильно причинно-следственная связь там сформулирована или неправильно, да, то есть большинство заданий там с развернутым ответом, на самом деле, с кратким, да, там, напишите цифру и фамилию архитектора, да, то есть, ну, я думаю, что здесь вряд ли ученик сможет ошибиться, да, проверяя себя по ответу. И очень важно, да, то есть обратить внимание и учеников, и, наверное, свое больше, да, на методические рекомендации обучающимся по организации самостоятельной подготовки, да, то есть Игорь Анатольевич Артасов, основного составителя экзамена, это находится на сайте FIPI, там есть разделщик-навигатор подготовки, да, то есть вообще сайт FIPI, конечно, для учителей является основным источником информации официальной, да, там уже скоро, я думаю, появятся варианты досрочного экзамена, да, их можно будет использовать в своей работе, чтобы оценить уровень подготовки наших учеников. Ну, теперь, собственно, покажу некоторые задания, да, и скажу, на чем, собственно, могут ловить, и в чем велика сложность, и, ну, как еще раз, да, дадим алгоритм действий подготовки к этим заданиям. Первое задание – установление событий и дат. Вот, опять же, по статистике, то, что FIPI пишет Игорь Анатольевич в своих рекомендациях, да, для учеников и для учителей, о том, что наибольшие распространенные ошибки были по событиям 20 века, в том числе событиям Великой Отечественной войны. Поэтому, коллеги, мы с вами понимаем, что задание выполняется, на самом деле, хорошо статистически, но оно на проверку не всегда конкретной даты, да, то есть, а больше понимания процесса, да, то есть, если ученик понимает, да, что, например, Каганат Хазарский был разгромлен Святославом в X веке, то тут, ну, много не надо возможностей, чтобы написать, выбрать правильную дату. Или, если он понимает, что Тарутинский марш-маневр был во время Отечественной войны, и у него идет ассоциация именно с этим, да, то будет 1812 год. Конечно, вот, бывают, ловят разработчики, да, например, создания ВССР атомного оружия, да, 49-й или 53-й год, да, то есть, но здесь, конечно, надо помнить о том, что монополию США на атомное оружие было ликвидировано еще при жизни Ющенко Сырёновича Сталина. Поэтому здесь, конечно, ответ 49-й год. Есть вещи и факты, на которые следует обращать внимание, да, список дат, кстати говоря, есть в историко-культурном стандарте, он есть в школьных учебниках еще раз, да, то есть, например, если вы пользуетесь учебниками под редакцией Мединского, там в конце все эти списки дат есть, вот их в прямую и в основном проверяют на экзамене. И еще раз обратить внимание на хронологию событий 20-го века, да, то есть должно быть понимание, что относится к оттепели, да, формирование, что относится к там застоям, или, допустим, перестройке Горбачева, а что у нас относится к Великой Отечественной войне, да, то есть вот события Великой Отечественной войны и хронологию основных дат, основных битв необходимо с учениками повторить. Задание номер два. По расположению трех событий в хронологической последовательности. Наибольшая тонкость, опять же, связана с элементом всеобщей истории, да, то есть именно это действительно подтверждает статистика выполнения заданий, задание линии два выпускниками 2023 года. То есть был, вы помните, уважаемые учителя, список событий по всеобщей истории, сейчас его нет непосредственно в демо, ну, в спецификации, да, но по большому счету разработчики от него не отходят. То есть события, опять же, разноплановые, вы видите, относятся к совершенно разным векам. Конечно, здесь необходимо, ну, хронологический диктант провести несколько раз за несколько консультаций, да, как одно из заданий. Учим вот сейчас, к каким векам относится такой перечень дат по всеобщей истории, да, ко второй, к третьей, ну, можно и просить. И отрабатываем это, да, то есть спрашиваем в разнобой, возможно, здесь посоветовать карточки, да, то есть, ну, я думаю, что по работе с хронологией у нас был вебинар, который проводила Ирина Ладеевна Крутого. Я думаю, что стоит пересмотреть его, да, то есть понятное дело, что сейчас уже в условиях такого предэкзаменационного повторения акценты нужно делать на выучивание, да, то есть, да, но опять же осмысленно, то есть, ну, мы не понимаем, ну, не должно быть самоцелью, да, чтобы доподлинно помнил, в каком же году точно была битва на косовом поле. В принципе, достаточно для экзамена века, да, то есть века будет достаточно. Ну, в 99% случаев это, я думаю, что действительно это будет так. Соотнесение процессов явлений событий, процессов с фактами, да, то есть задание, опять же, вот то, что в методических рекомендациях написано, констатируется, что в заданиях линии 3, да, то есть позиции 3 допускали ошибки ученики, прежде всего в соотнесении событий и процессов истории России 20 века. Ну, да, я очень надеюсь, что в этом году у нас уже переход на линейную систему завершился, да, и события 20 века изучены гораздо лучше, поэтому, конечно, мы с вами понимаем, что, ну, повторить 20 век, да, эпохами хотя бы, да, десятилетиями, периодами основными важно. Конечно, дайте совет ученикам начинать это задание с самого простого, то, что им точно известно, что они относят, там, например, к монгольскому нашествию на рус, да, разорение Козельска. Все, зачеркнули цифру 2, убрали букву Г, все, дальше уже проще, да, и на чем еще ученики себя теряют баллы, это на взаимопроверке, да, то есть когда мы, у нас остается два факта, например, да, лишних, мы должны их посмотреть, не относятся ли они, прямо взять какой факт, не относятся, не относятся, не относятся к процессу, удивлению или событию. Вот такая самопроверка крайне важна, то есть мы с вами знаем, что ГОС предписывает не только предметные, да, у нас результаты и метапредметные, но и личностные, и в данном случае такая вот самопроверка, она относится больше к личностным новообразованиям, да, которые необходимо диагностировать, ну, по сути, косвенно диагностируют экзамен. Вот, и мы должны на это обратить внимание, алгоритмизировать и, ну, такое до автоматизма довести у учащихся, что ответ они пишут, только проверив все неправильные позиции, действительно убедившись, что они не относятся к, ну, к позициям буквенным. Задание 4 направлено на заполнение пропусков таблицы, используя знания важнейших исторических событий, произошедших в регионах нашей страны или на территории зарубрежных стран. Задание сложное, опять же, для выполнения, хотя оно трехбалльное, и вот это тоже очень важно, что многие здесь получают хотя бы один балл, да, потому что там четыре ошибки допускается, вот, нет, три ошибки, то есть одна ошибка – это два балла, две-три ошибки – это один балл. И, как бы, подготовка к выполнению этого задания может заключаться там в составлении таблиц, аналогичной представленной в задании, причем эффективность подготовки возрастет, если, ну, опять же, это уже на будущее, да, если составлять какие-то таблицы, параллельно работая с исторической картой. И также необходимо отметить, что задание может содержать только материал, включенный в школьные учебники истории. И вы можете, ну, на данном примере убедиться. И, опять же, его нужно начинать советовать ученикам выполнять с того, что они знают точно, да, то есть, ну, обычно, ну, что они могут знать? Смерть царевича Дмитрия, да, то есть, хорошо, они Углич выбрали, соответственно, 1500. Ну, понятно, здесь могут поймать 80-е и 90-е, да, что это все же у нас относится к 1590-м годам, а не 80-м. Что еще? Ну, на реальном экзамене может и не быть такого, да, то есть, подбоха, но, тем не менее, нужно быть готовым ко всякому. В Новочеркасске, да, 1960-е годы, опять же, вот вопрос, что наиболее сложное? Наиболее сложное, это, конечно, события 20-го века. То есть, в данном случае, расстрел демонстрации рабочих, ну, яркий образ, в принципе, изучается в школьном курсе, в учебниках преподносится, то есть, не обходится, не стоит обходить коллегии события стран. Подписание перемирия с Польшей. Мы с вами понимаем, что данных перемирий было много и мирных договоров, да, поэтому здесь нужно уже анализировать ученику варианты, пропущенный элемент, варианты возможных ответов. Ну, здесь мы видим и Диулина, и Столбова, да, то есть, и, конечно, вот тут как раз, опять же, мы ловим. Данное задание учебное, да, то есть, на реальном экзамене, не думаю, что будет именно такой уровень сложности, что здесь Диулинское перемирие, понятное дело, с Польшей, и 1610-й год. Ну, и про Ярославль. Опять же, событие нетривиальное, но, коллеги, вы 100% скажете, что сложное, но я вам отвечу, что в учебнике оно действительно есть. То есть, открытие Волковом русского общедоступного театра в Ярославле во всех школьных учебниках, во всех линейках включено, да, то есть, вопрос, конечно, что это больше культур, конечно, опять же, наиболее большая сложность, но при изучении таких фактов, да, полезно обратить внимание ученика и на класса, да, на карту. Но при предыдущем повторении, что уже получилось, то получилось, но еще раз, методом заполнения строчек должно идти из столбцов от самого понятного и точного, что известно ученику. И путем убирания, да, зачеркивания пропущенных элементов лишних, да, у него остается, на самом деле, не так много дат, не так много вариантов, да, для того, чтобы заполнить таблицу. Таблицы еще часто ошибки в основном сводятся к тому, что вы видите элементы расположены хаотично, где-то даты, где-то имена, да, там, там, или факты, географические объекты, да, и, соответственно, они в такой разряженной обстановке приводят к тому, что ученики путаются. Вот это задание в основном на технику, ну, во многом на техническую сторону, да, верного заполнения. И верного переноса ответов, да, то есть в бланк, потому что путают, да, географический объект записывают во время, например, да, то есть, ну, вот, коллеги, ну, опять же, если дать даже любые пробные варианты, да, опять задание такого типа, вы увидите, что большая часть ошибок, она не только техническая, она не только содержательная, а вот такая вот техническая, связанная с заполнением и переносом ответов. Поэтому, коллеги, обратите внимание на улучшение результативности, да, показателей с помощью отработки, выполнения задания и записи его в ответ. Задание номер пять. Нужно соотнести события с участниками. По статистике, одно из самых сложнейших заданий, вот, в частности, пример привел, где у нас с вами есть специальная военная операция СВО, да, и, соответственно, участник, ну, он тут даже, я так, выбивается из ряда, но, тем не менее, формально, да, то есть, никто не говорит, что все портфеты будут с двойными фамилиями, да, через дефис записаны. Это, да, сложное задание, сразу скажу. Здесь может проверяться материал современный. Конечно, наибольшее количество ошибок, опять же, это точно известно, связанное с историческими событиями 20 века. Поэтому, ну, это вопрос методический, да, что при изучении исторических личностей необходимо действительно формировать яркий образ. При этом изучение персоналии должно охватывать основные, все основные направления деятельности, а не только одно, да, например, что Ломонос у нас химик. Он, вообще-то, и литератор, да, там, и в истории вложил свой вклад, и поэтому, конечно, необходимо направление рассматривать разнообразно, да, в деталях, чтобы видеть причины не только успехов, но и неудач, да, потому что все это влияет на судьбу нашей страны. Вот, что касаемо технического исполнения, да, как и предыдущие задания, сначала нужно начинать с того, что понятно ученику, ну, и методом уже исключения, да, попытаться угадать наиболее верный ответ. Ну, опять же, дистракторы подбираются таким образом, чтобы угадывание сводить к минимальности, да, но что есть, то есть, да, то есть, возможно, баллы какие-то это принесет учащимся. Задание шестое, связанное с письменным историческим источником, нужно выбрать несколько суждений, и вот здесь как раз коллеги специально взял пример из прошлого года, из реальных экзаменационных материалов, и, потому что оно, это задание открытого типа, открытого банка, нужно выбрать несколько суждений, там, от двух до четырех, вот это сложно, значит, ученик не знает, сколько верных суждений. Раньше было бы попроще, но нужно понимать, что ученики, конечно, сталкиваются с трудностями атрибуцией, с одной стороны, да, с другой стороны, именно с сочтением и пониманием смысла. Вот развитие читательской грамотности крайне здесь важно, потому что, ну, допустим, какое утверждение возьмем? Третье. Автор указывает, что государственный деятель, фамилия которого пропущена в отрывке, был активным участником политических игр своего времени. То есть, опять же, по сути, это суждение, верно или неверно, оно не требует никаких абсолютно знаний, да, ну, понятное дело, что речь идет о косыгине и его реформе, но если читать предпоследний абзац в конце, да, букву, в последнем предложении, он, кажется, сознательно сторонился политических игр, которыми, как известно, были богаты те времена. То есть, мы найдем ответ на этот вопрос, что суждение неверное. Так вот, статистика выполнения показывает, да, что значительная часть выпускников в третье суждение выбирает как верное. То есть, о чем это свидетельствует? Ну, не столько о незнаниях, да, материал, сколько конкретно о том, что они не нашли ответ, либо неверно прочитали. Вот с этим, ну, наверное, надо как-то бороться. Да, то есть, то же самое, шестое суждение. Автор считает, да, что реформа, о которой идет речь в отрывке, была подготовлена к преобразованию, проведенному в эпоху отипель. Да, там действительно об этом говорится, да, что, ну, последний абзац, что внедрялась реформа при Брежневе, она, вероятно, прошла бы и вопреки его воле, если бы он рискнул остановить махаик преобразование запущенных ручек. Ну, то есть, понятное дело, что если мы знаем, что хрущевская эпоха называется отипель, то суждение оттуда будет вытекать. То есть, нужно приучить и найти несколько таких заданий, прорешать с учениками их, для того, чтобы показать им на то, как необходимо анализировать, искать ответ в тексте. Да, где-то нужно знать факты, но часть суждений не требует ничего, кроме, как внимательное прочтение текста и вычленение информации из него. И уже какой-то балл, да, то есть мы, по крайней мере, можем точно два суждения там выбрать верных, и, соответственно, да, то есть получить, возможно, один балл из двух, только внимательно прочитав источник и не очень вообще понимая, о чем идет речь, да, о Косыгинской реформе, имея очень слабые, смутные представления о Косыгинской реформе. Задание седьмое. Культура. Ну, соотнесение памятников культуры с их характеристиками уже, конечно, сказал о том, что сейчас, если действительно ученики очень хорошо подготовлены, вот на вопрос о культуре им следует уделить внимание, повторить. Есть презентации, да, с основными культурными подборки и заданий, и теоретического материала. Их можно порассматривать, поизучать и так далее. Если ученики, конечно, слабо подготовлены, то здесь советую, опять же, начинать с того, что ученики точно знают, да, ну, и уже дальше выбрать те характеристики, которые более правдоподобны, да, то есть, и опять же, выбирая оставшиеся характеристики, все же проверить, соответствуют ли они памятникам культуры. Возможно, ученик где-то, ну, выбрал не совсем то, да, где он сомневается, он может и передумать, изменить свой ответ. Ну, мы понимаем, что Софийский собор в Новгороде, да, то есть, был создан у нас с вами в одиннадцатом веке, да, то есть, царь Пушка у нас с вами, вот опять же, да, царь Пушка, казалось бы, известный памятник культуры, но никакой ответ, да, что находится в московском Кремле. Ну, можно перебором сделать, да, что явно не создан начать двадцатого века, ну, Микешин, вроде не Микешин, да, то есть, ничего, Хов, вот, Бармый Пустник тоже не он, при Сталине не создавался, одиннадцатый век уже выбрали, то есть, вот каким-то вот таким образом можно это подобрать, да, то же самое касается памятника Тысячелетия России. Ну, Бармый Пустник, поскольку ученики все же знают, что это Казанский храм, господи, храм, собор Василия Блаженного, да, был построен Бармой Пустником, но тем не менее, да, то есть, вот, а что памятник Тысячелетия России, вот то, что Микешин, да, это очень такой узкий факт, ну, вот можно методом исключения подобрать. То есть, опять же, Тысячелетия России, да, вот, при Сталине мог быть создан или не мог быть, да, давайте подумаем, если даты посчитать, ну, наверное, все же это девятнадцатый век, вот, и так далее. То есть, здесь вот такие подходы должны быть уже, ну, развиваться, потому что мы с вами понимаем, что, конечно, изучать культуру нужно системно. И то, что отмечается Игорь Анатольевичем Артасовым, да, и то, что, в принципе, в методической литературе отмечается, что факты истории культуры, конечно, устраиваются значительно лучше, если мы их изучаем непосредственно с вопросами политики, экономики, социальных отношений, да, то есть, ну, конечно, можно и обобщать при изучении вопросов культуры. Ну, еще раз обратившись к ним, то есть, повторное изучение всегда лучше закрепляет материал. Ну, это известно из области психологии, да, человека. Задание восемь. Было в прошлом году новое, да, то есть, статистика, вы видите, 60% с ним справилась. Ну, нужно рассмотреть изображение и выполнить задание. Ну, например, год записать, да, там, либо, например, написать название битвы, с которой связаны памятники, культура. Задание относится к базовому уровню, поэтому проверяет только значительные факты. И, опять же, это свидетельство о том, что Великое Отечественное время нам необходимо изучать. То есть, если ученик знает основные факты, да, ну, он, наверное, сможет проанализировать изображение и написать правильный ответ, да. То есть, ну, ему все равно необходимо знать определенный объем фактов. Ну, давайте я покажу то, что можно использовать, да. Ой, извините. Да, то есть, вот примеры привожу специально из методических рекомендаций. Да, то, что непосредственно было на экзамене. Укажите название битвы, хоть в которую возошло изображенное на марке события. Если мы посмотрим пример первый. То есть, ну, понятное дело, что Зоя Космодемьянская, если мы изучаем непосредственно материал, да, мы говорим о том, что это московская битва, да, то есть, что связанную подвиг с битвой за Москву. Название битвы может быть просто московская, московская битва, битва за Москву. Ответы будут приняты, считаны все, и их, ну, там, достаточно большой перечень, да, все, что так или иначе относится, принято будет. Второй пример, да, то есть, давайте посмотрим, опять же, в каком году, в каком году относится плакат. Ну, вариантов тут не так много, можно и угадать, да, 41, 42, 43, 44, 45, с вероятностью 20%. Да, то есть, если ученик знает, что эта позиция относится к Великой Отечественной войне, да, вариантов у него не так много. Но он должен внимательно прочитать, что пьем воду родного Днепра, будем пить из прута Немана и Буга. То есть, о чем идет речь, да, что здесь изображено, плакат изображает форсирование Днепра, что Буг, прут, да, Неман, он не дошли. Поэтому плакат создан в 1943 году, да, когда была битва за Днепр. Вот, опять же, мы по большому счету, если ученик знает основные события Великой Отечественной войны, четко, да, то есть, хорошо представляет, имеет, опять же, у него сформированы представления исторические, то задание для него будет несложно. Задание будет несложно. Но, опять же, в зависимости от того, что попадется на экзамене. Задание с картой, да, то есть, ну, конечно, порешать стоит. И даже сейчас при повторении, да, то есть при повторении можно запланировать наиболее типичные карты, разобрать, потому что мы с вами понимаем, что на экзамене не такой уж прям огромный пласт картографического материала. На какое задание я бы обратил внимание? На 11-е. Вот задание 11-е не требует, да, то есть не требует от ученика никакого знания, да, то есть оно в первую очередь нацелено на умение работать со схемой, с картой, либо легендой карты. Да, потому что обратив свой взор, да, то есть увидев, что, например, 25 октября турецкие войска двинулись из района Сухома в сторону, в какую же сторону они двинулись, да, в какой город, находившись в 150 километрах от Батума и Тифлиса. То есть вообще в какую сторону они пошли, да, то есть ученик может внимательно посмотреть, да, и увидеть, да, то есть и там, в принципе, только один город у нас расположен. Сейчас, ой, извините, Кутаис, по-моему, да, сейчас, Кутак, Кутак. В общем, и внимательно вот его просто выписать, да, то есть из карты, причем здесь еще река Ингури, как объекты имеется, да, то есть, ну, надо приблизить и выписать. То есть, в принципе, задание, вот еще раз говорю, несложное, умение просто ориентироваться, найти географические объекты, которые описаны на карте. Конечно, если мы говорим о более детальной подготовке, то усвоение учебного содержания, да, материала, связанное с разными сюжетами, необходимо изучать с помощью, в том числе, атласа, да, то есть, в котором включены те или иные исторические карты. То есть, если мы изучаем войну любую, там, русско-турецкую, опять же, да, 18 века, то непосредственно мы должны обращаться к карте, все сражения находить, все основные населенные пункты, продвигаться и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, все процессы необходимо изучать с помощью карты и плюс отрабатывать все с помощью различных заданий. Вот инструменты, да, опять же, для учителей, инструменты, связанные с картографическими умениями, знаниями, умениями, у нас очень подробно был вебинар, который проводила тоже мы совместно с Ириной Владимировной Крутовой, много приемов она показывала, да, поэтому, коллеги, обязательно пересмотрите, да, то есть, потому что я думаю, что это пригодится для вашей работы. Но задания с карты, еще раз говорю, сложные для ученика, да, поэтому, конечно, нужно с ними поработать, с высокобаленными, да, особенно претендентами, потому что 9, 10, 12 задания, да, нужно умение отработать. Ну, вот 11 задание, я бы обратил внимание всех учеников, да, то есть, потому что, опять же, там есть, по сути, балл, который можно заработать, не обладая большим объемом знаний. Это важно, да, то есть, я думаю, что учителя на это обратят внимание. Дальше задания 13 и 14, ну, комплекс заданий, связанный с анализом письменного источника, опять же, задание 13, внешнюю атрибуцию предусматривает, да, что нужно понять, о чем идет речь, кто там автор, как называлось движение там, да, о какой там фамилии адмирала, в каком году он стал там верховным правителем России и так далее. То есть, ну, понятно, что речь идет у нас с вами о гражданской войне, по смыслу текста, вот, да, то есть, белое движение, там, колчак, ну, 1918 год. Но догадаться об этом, конечно, можно только, зная, опять же, факты, с одной стороны, с другой стороны, внимательно обратив внимание на ключевые слова и смысловой, естественно, анализ. Это задание, ну, дифференцирующее, то есть, оно позволяет, так сказать, вы видите, разные вопросы, да, с одной стороны, белое движение, почему не написать это, да, то есть, если, не знаем, да, в принципе, даже троечники должны знать, с фамилией адмирала уже как-то посложнее. А вот год, да, то есть, год, это уж, конечно, такая дифференцирующее задание, ну, дифференцирующее задание будет. А вот задание 14, да, оно для всех, да, то есть, оно для всех, и какие идеалы и цели своей борьбы видел автор согласно тексту, мы просто должны обладать навыком смыслового чтения. Если мы умеем вычленить информацию, выписать ее аккуратненько, да, то есть, мы получаем аж два первичных балла. Опять же, отработать нужно это умение со всеми учениками, какие бы они слабы ни были. Отрабатываем, да, ищем, да, то есть, ну, какие идеалы и цели видел автор, да, то есть, по абзацам, да, то есть, один абзац, два абзаца, три абзаца, четыре, вычленяем, если там ответ на этот вопрос. Времени на экзамене у всех групп учащихся много, поэтому, конечно, я думаю, что два балла за 14 задание могут получить, ну, практически все. Следующее задание, задание 15-16, связанный блок заданий, направленный на анализ изображений. Вот как раз, опять же, он такой синтетический, да, требующий знаний и истории культуры, и знания сюжетов истории, и умение еще вычленить информацию из объектов культуры, да, объяснить. Ну, давайте посмотрим 15-е задание, напомню, в чем типичные ошибки могут быть, что укажите там высшего руководителя КПСС в год, когда была выпущена данная памятная медаль. И вы видите, да, что 25 лет с начала освоения целинных залежных земель, наверное, если очень не прочитает по медали, то он это прочитает, считает, да, там все же по-русски написано, не медали никакого там 17-го века, да. И 25 лет надо прибавить к 1954 году, да, 54-й, 64-й, 74-й, то есть 79-й эпох, в 79-м году у нас был Леонид Ильич Брежнев, то есть мы пишем Брежнева и балл зарабатываем. А дальше нужно, используя изображение, обосновать ответ, да, то есть, ну, написать, что поскольку речь идет об освоении целинных земель, а она началась в 1954 году, и медаль, выпущенная к 25-летию, да, прибавляем, в 79-м у нас управлял стороной Леонид Ильич Брежнев. То есть вот он, верный совершенно ответ. Типичная ошибка, да, это как раз обоснование, что оно должно использовать изображение, то есть ученик должен информацию вычленить из изображения, да, то есть и объяснить, да, то есть вот прописав все, ну, эксперту нужно точно понимать, насколько адекватно ученик интерпретирует информацию с изображением, ну, и, понятное дело, знает какие-то исторические факты. То есть вот как раз это очень важно, да, то есть вот наиболее типичная ошибка, что ученики не используют изображение, не объясняют, вот и теряют на этом балл, да, то есть а пользуются какими-то там контекстными знаниями, допустим, как выглядел тот или иной исторический персонаж. Ну, в данном случае нет у нас, да, примера, но вот как пример, да, что он выглядит как там Жуков, поэтому там речь идет о Великой Отечественной войне. Не совсем правильно, нужно именно найти что-то непосредственно на изображении. Задание шестнадцатое. Внимательно нужно читать, естественно, знать объекты культуры, потому что без этого ученик не выполнит его и потеряет баллы. Хотя, опять же, вероятность угадывания, да, просто для того, чтобы получить один балл, нужно написать цифру, да, и мы с вами понимаем, что если ученик правильно пишет цифру, то он получает балл. Вероятность этого составляет 25%, потому что их всего 4. Какой из представленных скульптурных памятников был создан в той же половине века, когда была выпущена данная памятная медаль? Ну, понятно, разработчики здесь ловят на том, что наиболее типичная ошибка это то, что пишут цифру 3, да, то есть про рабочую колхозницу Мухиной, но правильный ответ 4, да, ну и, конечно, скульптора надо знать, это Зураб Церетель. Понятное дело, что все, опять же, объекты ключевые есть в учебниках школьных, да, то есть, но, то есть, опять же, здесь нужно поработать в том, чтобы даже самые слабо успевающие ученики прочитали задания, да, и поняли о том, что от них тут нужно написать цифру. Ну, они могут не знать там скульптора, да, но цифру более неправильную они, в принципе, написать могут и даже иногда не угадывая абсолютно, да, потому что, ну, хоть какие-то элементарные представления, потому что тоже историю сдают, предмет сложный, мы сами понимаем, да, его сдают не АБК, а хоть как-то к нему готовить. Повторяем материал и так далее. Задание 17, задание 17, да, то есть, вот как раз, опять же, позволяет заработать балл любому, по сути, ученику, да, вот уже 2-3 балла, да, вот тут уже, конечно, нужно знать. И опять же, обратите внимание, уважаемые коллеги, Великая Отечественная война, о чем это говорит? О том, что эту тему необходимо повторить. Вот, вот можно там что-то не повторять. Великое Отечественное нужно повторить, потому что одно тестовое задание есть с иллюстрацией, да, задание 17, трехбальное задание, и еще в тестовых заданиях, да, то есть, они, тема Великой Отечественной проверяется. А может быть, карты еще по теме Великой Отечественной войны, да, то есть, да, на, а может еще какой-то текст или какое-то задание быть, да, то есть, связанное с Великой Отечественной войной, и мы во второй части, и мы понимаем, какой объем баллов, да, это может быть 20, иногда 25% от первичного балла только по Великой Отечественной войне. Ну, минимум, да, мы с вами понимаем 10%, 4 балла, это тоже точно будет, скорее всего, больше. Задание простое в том плане, что два небольших источника даны, ну, и дальше два вопроса. Один вопрос на конкретное знание такого базового уровня, ну, например, напишите название германского плана введения молниеносной войны против СССР, ну, Барбаросса. Тут понятно, всем известно, все помнят это, да, а вот крепость, о которой идет речь в обоих отрывках, ну, здесь нужно внимательно прочитать, да, то есть, вникнуть и, конечно, понять, что речь идет о Брестской крепости, да, то есть, ну, здесь уже, конечно, факт такой, ну, более сложный, что ли, да, второго порядка, не все ученики его осваивают. А вот дальше, да, приведите одно любое суждение из любого отрывка, подтверждающее мужество и героизм защитников крепости. Вариантов тут, на самом деле, в ответе я выписал на три, на самом деле их четыре, там еще есть, просто не все поместилось на слайд. Ну, то есть, любое из утверждений, да, суждений из текста, связанное с героизмом, опять же, лишь нужно уметь читать, понимая смысл написанного, все, то есть, понимаем вопрос, понимаем ответ, находим ответ, да, в двух источниках. Иногда, конечно, требуется выписать конкретный факт, да, то есть, из одного фрагмента источника только, да, то есть, ну, задание, опять же, требует чего? Прошли Великую Отечественную войну, подберите несколько источников, да, и отработайте это умение, да, оно будет сформировано как умение, и неважно, какое задание будет, да, то есть, ученика, он сможет это сделать. То есть, вот вам еще возможность получить один балл, да, то есть, достаточно, ну, иногда до трех баллов, в зависимости от того, кто и как выучил тему, и на каком уровне у него сформировано. Дальше, собственно, идут задания 18, 19, 20 и 21, то есть, это задание высокого уровня сложности, то есть, здесь уже, конечно, требуются и знания, и умения, и мы с ними, в первую очередь, хотя, опять же, вы видите, задание 18 в этом году переделано, дается какая-то ситуация историческая, нужно указать три причины или три следствия, но они все прописаны, то есть, например, нужно указать причину начала смуты экономическую, да, то есть, последствия смуты для внутриполитической ситуации в России, и последствия связаны с территориальными изменениями России. То есть, вот, дается контекст конкретный, да, то есть, задание такое, вот, да, оно на причине следственной связи, но если ученик знает конкретный факт, да, и он может с помощью него прописать, он может любую причину, ну, пункт А сделать, пункт В, пункт В, например, да, даже, опять же, слабые, успевающие ученики, они это могут сделать. Понятно, что то, что Россия в ходе смуты потеряла территорию, ну, вот, конечно, желательно иметь содержательную основу, да, что конкретно потеряла, то есть, там, выход к Балтике, да, то есть, там, Смоленск, Черников, все, балл получили, да, то есть, написали две, два пункта из трех, два балла, например, чтобы царилась новая династия Романовых. Следствие, следствие, то есть, потому что, да, мы с вами понимаем, что целая династия, не просто, что Михаил Федорович стал царем, вот, да, потому что это еще в рамках смуты, потому что смута считается, я думаю, сейчас по новой стандарту до 1618 года, а вот она как бы должна в последствии выходить за обозначенную хронологическую рамку, поэтому, конечно, Романовы стали, ну, династия новая появилась. Или возросла роль земского собора как опора власти, да, но это при Михаиле Федоровиче действительно выходит за пределы окончания смуты, да, что в те 1620-е годы большая роль земских соборов, да, при Михаиле Федоровиче, поэтому, конечно, это можно как последствия написать, и оно касается внутренней политики. Вот, ну, экономическая причина начала смуты, понятно, это последствия Ливонской войны, опричнины, неурожай, да, который привел в голову закрепощение крестьян, вызвало социальное напряжение. Ну, я думаю, что здесь пояснять дальше не следует. Вот, очень важно, опять же, отработать эти задания, несколько хотя бы, да, показать ученикам, как их нужно выполнять. Примеры есть в методических рекомендациях, да, есть в сборниках варианты. То есть, ну, в принципе, опять же, даже проверяя это задание самопроверкой, занимаясь ученик, может, ну, с большой долей вероятности правильно себя оценить, адекватно, я так скажу. Задание 19. Задание 19, оно нацелено на проверку знаний исторических понятий и умений использовать соответствующий термин в историческом контексте. В чем суть задания? Да, нужно сформулировать, раскрыть смысл какого-то исторического понятия. Дальше привести конкретный исторический факт, который детализирует или конкретизирует понятие применительных к истории России. И этот факт не должен содержаться в определении. Ну, я думаю, что инструкция задания очень понятна и очевидна. Но подвох, конечно, на том, как формулировать определение. Потому что определение должно быть сформулировано таким образом, чтобы к нему не подобрать больше никакого другого понятия, кроме заданного. Ну, например, да, то есть, если мы с вами говорим ученикам, вот предположим, да, вот скажите, пожалуйста, о чем идет речь. Что в 1919-1943 году существовала международная организация, которая объединяла компартии различных стран. Какой правильный ответ? Коминтерн. И вот мы говорим, что больше под это ничего подойти не может. Да, тогда определение сформулировано верно. Что такое министерство, да, то есть, ну, центральные органы власти, которые пришли на смену коллегии, например, подходит? Ну, подходит, да, то есть центральный, центральный, да, то есть есть то, что это органы власти, органы власти, это родовой признак, да. А то, что они пришли на смену коллегии, там, это уже видовой признак. Конкретно, конкретно, балл будет проставлен экспертом. То есть, определение еще раз должно быть так, чтобы под данное определение не подходило никакое другое понятие. И там не содержалось лишних признаков. Тогда это верно сделано. И, то есть, опять же, мы можем ограничивать хронологии, мы можем ограничивать какими-то видовыми вещами более конкретного вида, да, то есть, как вот с Коминтерном, да, то есть, объединяемые компартии различных стран. Ну, плюс еще хронологический период, да, ну, то есть, тоже задавая. Факты могут быть разные. Факты могут быть разные. Здесь приведено несколько. Часто эти факты можно использовать для отдачи определения, формулирования понятия, да, то есть, поэтому, конечно, с учениками, ну, вот, в качестве примера я всегда показываю, да, то есть, вот, достаточность, что мы должны понимать, что есть родовой признак, да, но и должно быть достаточное количество видовых, чтобы отличить одно понятие от другого. Классическим примером методики истории рассматривается, например, мануфактура, это, да, что мануфактура, это крупное предприятие, основанное на разделении труда и ручной ремесленной технике. Вот, вот только эта совокупность признаков, да, трех, да, крупное предприятие, разделение труда и ручная ремесленная техника, даст в своей основе верное определение, потому что, если будет написано, что крупное предприятие основано на разделении труда, это может быть и фабрика, да. Если будет написано, что это предприятие основано на, там, использовании ручной ремесленной техники, это может быть ремесленная мастерская. То есть, вот набора именно признаков, да, должно быть достаточно, чтобы мы больше не подобрали к этому определению ничего, да, то есть никаких других понятий. Монархия, форма правления, при которой верховная власть государства принадлежит одному лицу и, как правило, передается по наследству. Родовой признак имеется, видовые признаки имеются, да, то есть принадлежит власть одному лицу, передается по наследству, да, то есть с республикой уже не перепутаешь, с республикой уже не перепутаешь, с другими формами правления, да. Потому что если мы говорим, что монархия это форма правления, или вообще формулируем, что это форма правления, значит мы уже сузили под это родовое понятие очень ограниченное количество терминов, которые можно вставить. То есть монархия или республика, например. А дальше уже видовыми признаками сужаем, сужаем, сужаем. Но мы тоже нужно важно не сузить так, чтобы определение стало неверным. Потому что здесь это важно сделать. Ну собственно поупражняться. Я думаю, что просто подберите несколько понятий из разных эпох. Органы власти, какие-то возможно такие общие понятия. То есть секуляризация, например. Или допустим обмерщение. Пусть попробуют ученики сформулировать по разным эпохам. Ну собственно еще несколько слов про задание 20 и задание 21. То есть понятное дело, что сейчас в условиях предэкзаменационного повторения достаточно на небольшую группу учащихся это ориентировано. Но тем не менее. Задание 20. В чем его трудность? На чем ловят разработчики? Опять же они на самом деле не сильно ловят. Потому что задание само по себе сложное. Умение достаточно сложное. Поэтому и задание. Оно может быть два вида. То есть бывает оно может быть направлено на сходство. Либо на выявление различий. То есть вот здесь пример про кричи. То есть что нужно записать тезис. И дано определение, что такое тезис. Что это обобщенное оценочное суждение. Которое содержит информацию об отличительных позициях положений русской правды Пестеля и Конституции Муравьева. По какому или каким-либо признакам. И кстати это важно. Потому что суждение. И вот чем пользуются ученики. Чем их можно научить. Вот сейчас особенно те, кто умеет. То что тезис может содержать в себе несколько позиций. Несколько признаков. То есть, ну например, что русская правда Пестеля и Конституция Муравьева отличались. Ну вот у нас написано в решении основных государственных вопросов такая общая формулировка. А можно конкретно написать. Отличались там по вопросу отношения к монархии. Необходимости сохранения. И например государственного устройства. Ну и соответственно по этим двум дальше признакам мы должны сформулировать обоснования. Два обоснования. Причем каждое обоснование должно содержать два исторических факта. Один факт относится к одному объекту. У Конституции Муравьева. Второй к русской правде Пестеля. Идеально это выглядит так. Что Конституция Муравьева предполагала сохранение монархии. А русская правда Пестеля говорила о том, что должна быть республика. А это государственный вопрос. Государственный вопрос. И дальше вот обоснование. И вы видите факты. Вот еще на что нужно обратить внимание. В том, что главная проблема для учеников. Факты должны быть однопорядковые. То есть они должны относиться к одному обоснованию. Нельзя написать, что Конституция Муравьева предполагала сохранение монархии. А русская правда предлагала унитарное государство. Потому что получается шарик зеленый, а квадрат у нас с вами не по цвету, а я не знаю, пункт еще как-то мы обозначаем. То есть по форме. То есть вот, соответственно, вот должны быть именно обоснования сделаны по единому основанию. Второе обоснование вы видите. Конституция говорит о федеративном устройстве. Это отличие. Русское право Пестеля о унитарности. Вот задания, опять же, экзаменационные, они широкого плана. То есть тезис может ученик формулировать сам. Он не должен себя сузить. То есть поэтому, конечно, пусть старается сформулировать так обобщенно. И самое главное с оценкой. То есть отличались, отличались. Вот в чем. То есть вот как-то это надо прописать обязательно. Второй пример, он про сходство. То есть он проще в определенной степени модель задания. Но бывают здесь сложности. То есть, опять же, и очень важно внимательно читать, о чем идет речь. Потому что о чем надо формулировать тезис. На это ключевом, опять же, ученики теряют баллы. Особенно сильно успевающие. Ну вот пример. О сходстве в политике князей Ярослава Мудрова и Владимира Мономаха. Тезис надо сформулировать. И вы видите, ученик должен себя проверять, ограничили ли нас разработчики или не ограничили. То есть здесь, вы видите, нет никакого ограничения. Любая политика. Внутренняя, внешняя. Может быть, там, я не знаю, социально-экономическая политика, Брежнева и Хрущева. То есть это нужно очень внимательно читать. То есть о чем идет речь в тезисе. Ну и дальше обоснование. Ну мы с вами, вот это, кстати, нам, видите, мы не ограничили. Поэтому вот как раз то, что чаще всего можно делать. Расщепить, так сказать, тезис. То есть сделать его на две, чтобы обосновывать проще, мы его разделяем на две составные части. И мы обосновываем одну часть и потом вторую. Что при Ярославе Мудрой и Владимире Мономахе там развивалось письменное право, и оба правителя боролись с кочевниками. То есть про внутреннюю политику и про внешнюю. А дальше подбираем обоснование. Ярослав Мудрой создал первый письменный свод русской правды. Владимир Мономах добавил там устав Владимира Мономаха, ограничив, допустим, проценты по займам. Вот. И закупах. Ну вот, соответственно, мы видим, относится это к тезису. Да, относится про развивали, развивали. То есть оценка есть? Есть. Вот. Но оценка не должна быть хорошо или плохо. То есть это именно что-то какое-то, может, такое процессуальное, что ли, действие. Второе обоснование, да, вы видите, что Ярослав Мудрый разгранил Печенегов, а Владимир Мономах там, ну, боролся с Половцем. Например, в 1111 году совершил там крестовый, организовал крестовый поход, да, который, ну, достаточно был продолжительный период, снял половецкую груз. Ну, вот как-то так. И важно, понятное дело, не писать, например, дат или фактов, которые содержат в себе ошибки. То есть, ну, не знает ученик, что он там крестовый поход в 1111 году был, да, хотя такая хорошая для запоминания 4 единички. Ну, и пусть напишет просто крестовый поход в кавычках, да, то есть против Половца. Был-был, эксперт за это не придерется. Вот, да, это вообще, в принципе, во всех заданиях можно так делать, да, то есть, если, ну, не спрашивают, что не спрашивают, то и не надо писать. Ну, это, понимаете, как сочинение на русском, да, то есть, или изложение. Ну, не знаешь ты, как писать слово, да, там, не помнишь, ну, и замени синонимом, который знаешь, как пишется. То же самое и здесь. Вот такая вот аналогия, да, как выполнить и не потерять баллы. Все же это не устный экзамен, да, уже никто не переспросит. Знает ли ученик год или не знает. По условию задания, понимаете, мы с вами тоже должны понимать, что в данном случае экзамен проверяет умения, а не знание конкретных фактов, да, то есть, в принципе, для нас, наверное, важнее, чтобы ученик умел сравнивать, обладая, ну, какими-то знаниями фактов, ну, даже если он что-то там не совсем наизусть помнит, но умеет это включить, да, вот в такую аргументацию, то это он лучше, чем тот, кто себя не контролирует и пишет набор фактов, цифр, да, дат, которые, ну, содержат ошибки. Вот. Ну, и задание 21. Задание 21. Задание сложное, потому что он включает материал всеобщей истории, но дается какая-то точка зрения. Вот, кстати, опять же, нужно обратить внимание учеников на то, что нужно внимательно прочитать саму точку зрения и дальше обратить внимание, что нужно привести аргумент. И напоминаю, да, что такое аргумент. Аргумент – это не только факт, но и обязательно объяснение, каким же образом этот факт доказывает, ну, или опровергает, но в данном случае доказывает, потому что нам не нужно опровергать по условиям. Ну, в частности, что подписание Тильзийского мира повлияло на дальнейшую внешнюю политику России и Франции. Какой же факт? Вот мы должны идти от факта, что, да, то есть Россия, подписав Тильзийский мир, присоединилась к континентальной блокаде. С одной стороны. С другой стороны, мы помним, что она эту континентальную блокаду нарушала, и это создало у нас что? Ну, как бы сложности взаимоотношений с Францией, и поэтому это стало одной из причин на падение Франции на Россию. Или, например, по условиям Тильзийского мира, да, то есть Россия не поддерживала Турцию, что позволило выиграть Россию в русско-турецкой войне 1886-1812 года. Или то, что Россия смогла присоединить Финляндию в результате войны со Швецией. То есть, потому что, опять же, одним из условий Тильзийского мира, да, стало такое разделение сфер-влияния. То есть фактов, вот здесь вы видите, много, да, но важно именно про внешнюю политику, не внутреннюю, не про то, что у нас там купцы и дворяне разорялись с купцами из-за того, что хлеб не вывозился. То есть не про это спрашивается, да, у ученика, а про внешнюю политику мира России. А что касаемо Франции, ну, вот здесь, конечно, сложнее, да, но потому что мы знаем, что всеобщая история усваивается сложнее, времени на нее меньше, но куда деваться, да, то есть, ну, в первую очередь, ну, это позволило укрепиться Наполеону Тильзийского мира, да, то есть поскольку он сконцентрировал свои силы на завоевании Испании, да, потом он там в 1908 году разгромил окончательно Австрию. Вот, австрийский императору даже пришлось отдать за Наполеона замуж свою дочь и так далее, да, то есть, ну, вот примеры я привел, то есть, опять же, фактов много может быть, то есть задание составляется таким образом, да, что оно не на один конкретный факт, да, то есть, который обязательно должен вспомнить ученик. Но иногда, конечно, ну, какой-то основной факт, могут быть дополнительные факты, на базе которых можно выставить архометр. Ну, то есть, поэтому я вот опять же, сейчас вот как раз в условиях предэкзаменационного повторения, я бы вообще про всеобщую историю напрямую забыл, да, разобрал какие-то общие сюжеты, которые бывают, да, связаны с Россией, там, например, церковная реформа Никона и реформация, да, то есть, ну, напомнил, да, вообще, ну, это на очень маленькую группу учащихся нацелено, да, именно предэкзаменационное повторение я в первую очередь о нем говорю. Вот, да, то есть, ну, в принципе, да, то есть, если ученик знает конкретный материал всеобщей истории, является увлекающимся, да, то есть и помнит, ну, можно какую-то литературу посоветовать, да, то есть есть пособия, их немного, вот, но они есть, где можно почитать именно сейчас уже и дальше. Ну, это, конечно, больше самостоятельная работа учащихся. Что можно посоветовать, да, на этот год, ну, и на следующие, да, уважаемые коллеги из продукции издательства Легионов. Сейчас, конечно, это треть тренировочных вариантов, то есть, которые позволяют отрабить, ну, набить руку, так сказать, на вариантах, потому что уже апрель месяц, этим пора заниматься. Для следующего года и для тех учеников, которые, ну, испытывают дефицит в конкретных заданиях, либо в конкретных содержательных темах, мы рекомендуем тематический тренинг, да, то есть тематический тренинг. Для, ну, есть дефицит по карте, картографические практику, вот, можно посоветовать и, опять же, из опыта коллег, из отзывов и, собственно, опыта могу сказать, что все, кто работает с картографическим практику, системно в 10-11 классе, либо, ну, вот, советуют ученикам, да, если ученик не лентяй, прорешал его, во-первых, он восполняет определенный объем знаний, да, то есть содержательных, которые пригождаются при решении других заданий, вот, а во-вторых, да, все мелочные факты, которые проверяют на ЕГЭ, там у нас освоены, и это позволяет отработать умение работать с картой, да, в формате экзамена, каких-то больших сложностей не вызывает. Вот, ну, анализ исторического источника, да, можно посмотреть, развитие российской культуры, вот, сборничек, да, там основные объекты истории, культурные, объекты культурного наследия даны, в черно-белом варианте, которые, в принципе, объем которых проверяется на экзамене. По всеобщей истории, вот, у нас есть справочник и практику, будет на следующий год, понятное дело, обновление уже коллеги, о котором мы будем говорить с вами осенью, вот, я бы также рекомендовал, конечно, учебник по истории России, ну, это для учителей, потому что это системная такая работа, один-два года, хоть учебник и староват, там, 19-го, 20-го года изгнания, тем не менее, не потерял свои обучающиеся функции, да, и он в плане содержания тоже, ну, по большому счету, пригодится любому учителю, да, посмотреть, что же на самом деле проверяют на ЕГЭ. То есть, удобно сделаны задания каждому параграфу, в каждой главе, в формате, там, экзамена и не в формате экзамена, да, то есть, учебных целей, то есть, я бы, конечно, особенно углубленный уровень, да, то есть, потому что в перечне, вы знаете, нет учебников, я бы рекомендовал как пособие, конечно, использовать. ОГЭ по истории, ну, коллеги, понимаю, что экзамен пока мало выбирают, ну, в связи, там, с новыми реформами, может быть, и будут выбирать больше, да, то есть, ОГЭ по истории, ЕГЭ, наверное, то, конечно, лучше начинать с 9-го класса, потому что те, которые сдают ОГЭ, сдадут ЕГЭ уже осмысленно, да, то есть, и содержательно. И здесь тоже, коллеги, мы видим и 30 тренировочных вариантов, и тематический тренинг, да, то есть, ну, для тематической подготовки он более полезен. На следующий год будет, соответственно, 25-й год, там будут изменения, варианты всегда мы переделываем книжку, переписываем на 80%, какие-то задания остаются, понятное дело, да, но часть, большая часть вариантов полностью переделывается. ВПР, я понимаю, что коллеги уже прошли, но, тем не менее, показывают, что линейка пособий имеется, позволяет нам готовить учащихся, показать форматы, да, то есть, по крайней мере, ну, если не в этом, то в следующем году, да, знаете, что у нас вся линейка пособий имеется. ЕГЭ по ОГЭ по обществознанию, да, то есть, это и тематический тренинг, 30 тренировочных вариантов, да, то есть, я думаю, что рекомендую использовать Ольгу Александрович Чернышовой, плюс ОГЭ в таблицах и схемах, вот это очень важное пособие, которое позволяет теоретически подготовить учащихся, да, но за практикой закрепить. То есть, по крайней мере, вот уже на апрель-май можно вот повторить хотя бы, да, ну, потому что учебники, ученики не прочитают пособия в табличках, там, 170 страниц, ну, больше возможно, что они это справятся. ЕГЭ, да, то есть, это и тем тренинг, и 30 тренировочных вариантов, понятное дело, что сейчас уже актуально 30 вариантов, и, видя, что западает, например, раздел экономики, обратиться к тематическому тренингу с вариантами по экономике. А вот теорию, теорию, да, воспомнил, то есть, все же по истории материала много, поэтому у нас, конечно, есть учебник в трех частях, но по обществу о знании у нас есть ЕГЭ в таблицах и схемах, поэтому я бы рекомендовал его, то есть, в таблицах и схемах. Это Пайзен Крутого, да, то есть, и об этих пособиях мы говорили неоднократно. ВПР и по обществу о знании у нас тоже имеются, да, 6, 7, 8 класс, но сразу скажу, да, коллеги, та реформа, которая анонсирована министерством, тянется на несколько лет, то есть, это не одномоментный переход будет, поэтому, конечно, я думаю, что ВПР еще год-два точно у нас по обществу о знании будут. Поэтому, коллеги, вы можете приобрести пособие, использовать, потому что потом, вероятно, уже может и не оказаться этих пособий. Вебинары. У нас еще в мае будет вебинар Ольги Александровны Чернышовой по обществу о знании тоже в связи с презентационной подготовкой. Ну, и коллеги будут по другим предметам, по своим коллегам, математикам, учителям русского, биологам, да, химикам и так далее. Вы можете рекомендовать переходить на наши вебинары, потому что ведут практики, да, то есть, которые непосредственно сталкиваются с учебными вопросами, да, и, соответственно, создают пособие, заходя из этого опыта, и дают определенные рекомендации методического плана. Поэтому я бы рекомендовал всем коллегам приходить, да, то есть, и, соответственно, записываться на вебинары, не только которые будут вот в мае, в апреле, да, в конце, но и в следующем учебном году. Ну, и, собственно, скидка 30% на все пособия по истории общества о знании до 29 апреля. Промо-код «История трудности», да, то есть, можете заказывать пособие, да, то есть, порекомендовать ученикам. Ну, в принципе, я сейчас готов ответить на вопросы. Если, ну, как я был, вижу, последний вопрос только был. Да, Роман Викторович, большое вам спасибо за очень содержательный вебинар. Вы дали ценные рекомендации и методические, и учителям, и на нашем вебинаре присутствуют и школьники. А вот вопрос, да, он был последний, пожалуйста, ответьте. Так, можно ли обоснование сформулировать без точной даты? Например, событие было в начале правления Хрущева, ну, можно написать первую половину 50-х годов, например, да, то есть, поэтому медали относятся ко второй половине 70-х. Я думаю, что данный вариант должны засчитать на экзамене, да, то есть, вполне допустимо, да, то есть, главное написать, что до 82-го года, да, то есть, поэтому, да, да, примется. Думаю, что бал за это поставить. Главное именно связать, что речь идет о Целине, Целина относится к началу там правления Хрущева, а Хрущев начал в 53-м, ну, там, 54-м, да, соответственно, плюс 25 лет, получается, до конца 70-х годов. А до 82-го года страной управлял Брежнев. То есть, вот, в принципе, этого будет достаточно для того, чтобы получить балл. Для замоснования. По поводу пособия, вопрос. Так, можно ли брать справочник сразу ЕГЭ в девятом классе? Справочник какой, да? Большой, скорее всего, имеется в виду. Большой справочник можно, да, то есть, для ОГЭ можно использовать определенный объем до 1914 года, а так, в принципе, многие вопросы по моделям, они одни и те же, а здесь же фактология одна и та же абсолютно. Поэтому справочные издания можно. Ну и, собственно говоря, вот сейчас мы еще можем рекомендовать вот в это время очень популярны у нас карманные справочники, да, Роман Викторович? Да, карманные справочники. Для учеников, в первую очередь, для такой систематизации, быстрое повторение знаний. Тем более, несмотря на их формат, они буквально в ладони умещаются, вся информация в них сохранена, и она размещается в таблицах. Роман Викторович, я еще раз благодарю вас за работу. Сегодняшний вебинар был заключительным по истории. Встретимся мы с вами уже в новом учебном году. Как всегда, подготовим не менее интересные вебинары. Дайте, пожалуйста, какие-то рекомендации нашим участникам вот в преддверии экзамена. Ну, нужно не бояться, да, экзамен лишь проверяет тот набор знаний и умений, которые сформировали за годы обучения. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, сейчас очень важно повторять материал, потому что история предмет, который забывается, да, то есть какие-то тонкости отработать. Ну, собственно, тематики, сегодняшний вебинар этой тематике был посвящен. Ну, и в-третьих, наверное, стоит сказать о том, что нужно на экзамене не волноваться, да, то есть не волноваться, а уверенно написать все, что мы знаем. Спасибо большое, мы вас отпускаем. Спасибо большое, уважаемые коллеги, да. Я очень надеюсь на то, что вы придете в следующем учебном году, да, как минимум, и будете пользоваться пособиями издательства «Легион».